Они также вывозят вещи, орудуют, все уже вывезли. Теперь они выкидывают, значит, кто там выкидывал у них, или строители их, или сама она выкинула ее приемник. Раньше был приемник. В этом приемнике находилось удостоверение личности. Вот это вот с этого удостоверения личности, вот ее последнее, вот она фотография ее. А откуда вы узнали? Вы подобрали приемник? Да, приемник подобрала, здесь вот дворником работает в 60-м подъезде женщина. Она приемник этот подобрала, она в помойках у нас так любит лазить. Открыла, а там оно в газетке завернутое, вот это удостоверение. А куда вы дели удостоверение? У меня оно находится. А можете показать? Я его не взяла. Не взяла? Я же говорила, не взяла я его. Так может быть оно просрочено, может быть у нее другого? Нет, в 2012 год она получила удостоверение. И теперь дальше, как она получала, как она могла дальше получать? Оно же 2012 год, сейчас дают на 10 лет удостоверение, до 22 года. Однако же она пенсию получала. Три удостоверения? Три не надо, не надо три. Услабуйтесь о это. Видел, видел я видеть. Почему два удостоверения? Нет, там одно удостоверение. Старое было, оно не надо. Толик, ладно, ну ты поддал, не надо. Толик, не надо это самое. Вот последнее удостоверение, вот оно у нас находится. 2012 год, все. Все, да. Удостоверение. Больше не надо нам. Вы это удостоверение показывали в полицию, в прокуратуру? Нет, мы никому не даем пока. Мы пока сейчас не даем, если надо будет, через нотариус заверим, потому что в руки нельзя давать. Вы знаете, что у нас, мошенников много, вот как они могли оформить? Опять-таки, они вот оформили ее, если даже они в этот диспансер, на основании чего? Нормальный человек, вот соседи, все прекрасно. Ну как нормально, вы же можете? А это работники, работники кулинарии. Вы же не можете диагноз ставить? Как вы, откуда знаете, может быть, она недиспособна? Нет, она была инвалидка третьей группы. Рабочая. Рабочая группа. Она попала в детстве в аварию под мотоциклом. Нет, не правда. Я всю жизнь работала. Я всю жизнь работала. Я живу в 265-й квартире. Как вас зовут? Меня Бакиза зовут. Мы вместе переехали, вот мои все соседи, все, мы уже 30 лет здесь живем. Надю, я знаю, маму ее, маму мы хоронили, мама очень порядочная, очень, такого грубого слова мы вообще не слышали. Надя сама по себе спокойная, нормальная, в кулинарии работала. Кем? 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 Она работала дворком. Уборщицей. Когда у нас девочки уходили в отпуск, она нам помогала. Она очень хорошо. Любой. Вот видите, она здоровается, все. Мне кажется, даже здоровый человек так себя не ведет, как она вела. То, что она больная, это знаете как? Мы все больные. Мы можем, нет. А вы знали, что она инвалид? Ну да, нет, ну у нее, да. Ну у нее был этот, с ней вместе жил мужчина, но потом он ее немножко это самое гонял, все, он ушел. Она сама по себе, очень спокойная, все, не было такого, чтобы... Ну как-то проявляли, проявлялась, что она? Не проявлялась, нет, нет, нет. Она была очень добрая. Он говорит, что у нее не было вообще. У Гойного в ней ничего не было. Работа способна. Амина вот в этом подъезде, а я-то... Она работа способна. Она на четвертом. Она и в лескодворниках работала, и в кулинариях, везде. Последнее время она в городе в кулинариях где-то работала. Она раньше даже на кондитерской работала. На кондитерской фабрике. Она на четвертом, и даже мы на пятом. Мы вообще не слышали. Вот за 30 лет я, например, не слышала от нее, чтобы она крикнула «э» или кого-то послала. Накромила, накромила. Никогда. Она, наоборот, двери откроет, какая-то бабушка идет, она поможет. Детки идут, она деткам то конфетка, то это. Мы приходили с 4 часа утра на работу, и она приходила. Надя приходила для чего? Работала. Работала, помогала нам. А когда она? Ну, у нас вот мы год уже не работаем, как мы закрылись, и вот это пошло. Но я ее еще в июне видела. Девочки в июне видели. Она даже, говорят, работала уже, вот у нас кулинария закрылась, открылся магазин «Пинта». Она несколько дней приходила там, подметала. А вы при каких обстоятельствах ее видели в последний раз? Я видела, я с окна видела, она шла это. А я ее видела тоже с окна. Чистоплотная, она всегда чистенькая, она всегда аккуратно одета. Во-первых, она очень умная, ну не то, что умная, она грамотная. Она знает, у нее почерк грамотный. Она умеет читать, она знает географию хорошо. Тут не все могут это сказать, какая столица, какого государства, какого не скажи, она все знает. Понимаете, она очень умная девочка и очень добрая. А сколько ей лет? Она уже 5 лет на пенсии, на законной пенсии. Вот она с нами еще работала, она уже была на пенсии. Но она не по возрасту, знаете, она выглядит хорошо, она не по возрасту выглядит. С 17 марта, 64 года. Она законную пенсию заработанную получала, Надя. Она мне сама говорила. Кто за ее пенсию получает? А кто за нее сейчас? И тем более удостоверение личности выкинули. Значит, она до этого уже что-то подозревала, что она спрятала проигрыватель в это радио. А радио где-то есть?